1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. В чём главная причина сегодняшней неудачи? Неудачи, я думаю, можно найти много причин, но одна из главных причин – это лёгкий пенальти, который судья поставил. Я думаю, что все видели, что не было пенальти. Но он увидел пенальти, и игра уже шла по-другому. На контратаке они играли, и свободные зоны были, поэтому они убегали, и у них было много таких опасных контратак. А так по игре благодарю всех, болельщиков, которые были на игре, всех ребят отдавались. Нет, всё нормально. Будем работать дальше. Какой план был во втором тайме, что говорил Карпент в перерыве, как мотивировал, и чего хотели добиться ничей или победа нужна? Да, мы играли всегда. С первого тайма играли на победу, но чуть-чуть очень сильно опускались. На нашу половину надо чуть выше было играть. Во втором тайме сказал чуть выше играть, но выше начали играть, и уже чуть более лучше получалось. Всё. Но так получилось, что вот этот пенальти всё сломал. У вас новый главный тренер, что он принёс в Ростов, но чего не было до Карпента? Какое-то главное качество? Ну, он принёс, что принёс? Он всё правильно делает, подсказывает, что как, кто, кому, как перестраиваться, как играть, а уже футболисты на поле уже решают. Последний мой вопрос, следующее. У вас испанские ассистенты, да, есть некоторые. Насколько привычны с ними работать? Кто из них какие функции выполняет? И вообще, пару слов про новый тренерский штаб. Ну, испанец Луис по физподготовке, он физикой занимается и отвечает за физическую подготовку. И ещё есть второй испанец, который отвечает тактически, там, разбирает игры, там, видео и всё остальное. И ещё физиотерапевт, тоже испанец, который отвечает за травмировок игроков. Ну, это насколько непривычна такая практика, что... Ну, почему непривычно? Все так, и в ЦСКА есть, и физподготовка, и испанец, там, ещё где-то в Рубине раньше был, у нас был, в Ростове был испанец. Так что это практика нормальная. Краснодар, традиционно, неудобный соперник для Ростова, одна победа в 16-ти матч. А как считаете, почему, вот, если в общем выделить? Ну, почему? Ну, смотри, какой у них стадион, какой у них, ну, я думаю, у них всё для этого есть, чтобы добиваться хороших результатов.